Всем привет! Сегодняшнее видео начну с рассказа о бумаге. Я делаю свои цветы из итальянской гофрированной бумаги. Покупаю ее в Подольске, но знаю, что в интернете ее тоже много. Примерно за 85 рублей за рулон. В описании оставлю ссылку на сайт магазина. У меня очень большая просьба. Если вы знаете иностранные языки, напишите, как слово гофрированная бумага пишется на английском, португальском, немецком, польском, арабском и французском языках. Очень нужно для ответа иностранцам, а то я всем написала, что делаю свои цветы из бумаги для производства коробок. Итак, ближе к делу. Сегодня я решилась на сложный для меня цветок, герберу. Это мой первый опыт, фактический эксперимент. Не судите строго. Начнем с формы. У меня в ходу 9-литровая бутылка. В этот раз будет достаточно одной. Отрезаем верх бутылки и основание. Для крепления понадобится картон. Подойдет коробка из-под хлопьев. Линейка, ручка и ножницы. Моя основа высотой 19 сантиметров. Значит, нужно будет сделать трубу из картона примерно 20 сантиметров. Отмеряем и отрезаем прямоугольник 20 сантиметров. Ну, а длина, как позволит коробка. И теперь делаем трубку, скручивая ее вокруг металлопластиковой трубы. Она же будущий стебель. Загиб бумаги придали и теперь легче будет склеить. Главное не приклеить к трубе. Вернемся к форме. Одну часть ставим в другую. И скрепляем половину скотчем. Не жалейте клейкой ленты. Хорошенько замотайте форму. Форма готова. Теперь вклеим картонную трубу в форму, но перед этим заклеим ее с нижней стороны. От кусочка картона отрежем кружок размером немного больше диаметра трубки, примерно на 1 сантиметр. В сторону середины делаем несколько надрезов длиной 1 сантиметр. И приклеим на трубку, загибая надрезанные. Край зафиксируем скотчем. Теперь закрытую сторону трубки клеим к форме. Наносим клей и хорошо фиксируем. Боковые места трубки в районе горла тоже нужно зафиксировать. Клея у меня ушло много. Все, форма готова. Трубка легко входит и хорошо зафиксирована. Пришло время бумаги. Для середины я буду использовать бумагу двух цветов. Красную и бордовую. Бордовой бумаги у меня совсем немного. Ширина примерно 50 сантиметров. Я отрежу 4 отрезка по 5 сантиметров. Нет, этого пожалуй мало. Остаток тоже дорежем. Также по 5 сантиметров. Получилось 3 полоски. И еще небольшой остаток. В итоге у меня 7 полосок 5 на 50 сантиметров. Берем первый отрезок. Сложим его несколько раз пополам. И с помощью прямоугольника плотной бумаги нарежем в мелкую бахрому. Прорезать нужно чуть больше середины. Нарезанную бухрому скручиваем в трубочке пальцами. Вот что в итоге должно получиться. С остальными лентами нужно сделать все то же самое. Свернуть, нарезать, закрутить. Все полоски нарезаны. С бумагой темного цвета пока все. В сторону ее. Берем рулон красной бумаги. Отмеряем от рулона 50 сантиметров. Отрезаем. Полученное полотно будем делить на ленты по 5 сантиметров. На бумаге видны разделительные полосы. Они как раз и равны 5 сантиметрам. Я предлагаю с боков отрезать чуть больше. У меня это 7 сантиметров. А вот середину разрезать по 5 сантиметров. Получилось 7 полосок по 5 сантиметров и 2 полоски по 7 сантиметров. Берем полоску 5 сантиметров и проделываем с ней все то же самое, что делали с полосками бордовой бумаги. И все нарезанные только что отрезки 5 сантиметровой длины пройти должны эту же процедуру. А вот полоски 7 сантиметров и обработаем иначе. Полоску складываем пополам. Еще раз пополам. Прорезаем, но не до конца. Оставляем примерно сантиметр. И начинаем нарезать острые лепестки. Ширина лепестка 1,5 сантиметра. Каждый лепесток скрутим у кончика и аккуратно растянем. Все это проделаем и со второй полоской. Получили в итоге забор из тонких лепестков. После долгих нарезаний и скручиваний у меня образовалось две кучи из темной и светлой бумаги и заборчик. Но для создания середины этого мало. От рулона красной бумаги отмеряем и отрезаем очередные 50 сантиметров. Полученное полотно режем на 6 равных частей по 8 сантиметров. Берем первую полоску 50 на 8 сантиметров. Складываем ее пополам. Еще раз пополам. И еще раз пополам. Прорезаем, но не до конца. Оставляем непрорезанными 1,5 сантиметра с обеих сторон. Получили поверхность 6,5 сантиметров. Делим ее на 3 равные части. Прорезаем, но не до конца. Заостряем и вырезаем лепестки. Получили заборчик. Каждый кончик лепестка подобьем и аккуратно растянем лепестки в одну сторону. Все остальные ленточки обрабатываем аналогично. Замечательно, все полосы готовы. Можно начинать клеить. Начинаем с темной бумаги. Наносим клей на основание и начинаем скручивать. Пальцами постоянно фиксируем нижнюю часть для ровной склейки. Процесс склеивания прост. Намазывай клей и крути. Продолжение следует... 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 В процессе скручивания получилась мохнатая серединка. На полоску бордовой бумаги мы прямо поверх клеим красную бумагу. Совмещая их у основания и клея тоже у основания. И затем продолжаем скручивать. Благодаря смешанию цвета середина станет интересней. Темные ленты закончились. Теперь я клею только красные ленты. Но все так же накручивая слежу за ровным основанием. Продолжение следует... Игольчатые ленты закончились. Посмотрим, как наша середина разместится на форме. Сначала на форму мы будем наклеивать ленты-заборчики. Начинаем с лент 8 см. Клеим на основании к самому краю формы по кругу. Заборка на форму простойаєте. Покажи, чтобы created красивого му pour それ никогда не было комментариев. Покажи, которая выполненияphanship, лег clouds и заботы, akin к подзzialу топлива наполнениями актуальными окTraining и обозметируем, gef загор way baked на форме самые dra�. Клеим также делать лишнее мясное 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 мясное재... Первый ряд закончен и сразу приступаем ко второму. Второй ряд смещаем на несколько миллиметров к центру, 3-5 миллиметров, больше не надо. Заканчивается второй ряд, следом третий. И так далее, пока не закончатся все ленты. Клеим с небольшим смещением в центр. Сдвиг минимальный. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, ленточный заборчик приклеен. Самое время клеить середину. На середину наносим клей и хорошо ее фиксируем. Думаю, у всех получилось. Я пока результатом довольна. Серединку в сторону. Займемся лепестками основного цветка. Я буду делать их из ярко-красной и розовой бумаги. Берем рулон и отмеряем 50 сантиметров. Отрезаем. Полученное полотно делим на 3 равные части по 16 сантиметров. Первое полотно складываем пополам, еще раз пополам. И полученный отрезок на 3 части. Получаем заготовку 4 сантиметра на 16 сантиметров. Прорезаем не до конца с обеих сторон. Разворачиваем сложенные и придерживая руками формируем острые лепестки. Получился все тот же заборчик, но только побольше. Из остальных полосок вырезаем все то же самое. Соберем теперь заборчик в мелкую гармошку и закрутим в одну сторону. Каждый лепесток немного растянем. Все, лепестки готовы. В сторону их пока. Берем рулон бумаги и отмеряем следующие 50 сантиметров. Отрезаем. От рулона остался остаток 33 сантиметра. Пожалуй, начнем с него. Полотно режем на 3 равные части по 16 сантиметров. Первое полотно 34 на 16 сантиметров сложим пополам и на 3 части. У меня получилась заготовка 5 на 16 сантиметров. Прорезаем до конца с обеих сторон. Вырезаем острые лепесточки. С оставшимися полосками поступаем аналогично. Собираем в мелкую гофрировку и закручиваем в одну сторону. Лепесточки немного растягиваем. Вторая партия лепестков готова. Я предлагаю начать клеить. Клеить будем на форму и на лепестки. Вниз спускаемся на 1 сантиметр. Ив Сарас. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Круг завершен. Оставшиеся лепестки заполняют прорехи. У меня их осталось всего 3 штуки. На очереди зелень и ствол. Цветок довольно милый и такой большой, что не помещается в экран. Вы, наверное, уже устали. Я предлагаю продолжить формирование цветка в следующей части. Дорогие мои, хорошие, спасибо вам за теплые слова, за вопросы, за интерес. Продолжайте удивляться сами. Радуйте и удивляйте близких. А у меня на сегодня все. Пока-пока!